Сейчас одна маленькая волшебница проведет своей волшебной палочкой по своей волшебной скрипочке. Встречайте, самая струнно-смычковая девочка столицы, Виктория Свечкаренко! Прошу, Виктория! Боже, какая красавица к нам пожаловала! Спасибо! А откуда ты к нам приехала? Из Балашихи. А ресницы такие длинные в Балашихи выдают? Ну да. А сколько тебе лет, Вика? Мне восемь. И сколько ты из этих восьми лет подарила скрипке? Три года. То есть ты с пяти лет уже занимаешься, да? Ну да. У тебя какая скрипка? Они как-то различаются? Да. Что это? В смысле, что это? Ну это просто скрипка, да? Да. Ага. Ты на маму сейчас смотришь? Да. Кто еще, кроме мам, пришел тебя поддержать? Моя бабушка Лиза, сестра Валерия и подружка Ярославна. Ярославна? Ярослава. Ага. Ярослава. А маму как зовут? Маму Юля. Здравствуйте. Юля, почему именно скрипка стала инструментом вашей дочки? У нас папа скрипач. Так. Мама скрипачка. Старшая сестра скрипачка. Валерия, да? А у младшей, видимо, просто не было другого варианта. Бывает так, что вы все вчетвером одновременно играете на скрипке? Вы знаете, я сейчас подумала про соседей. Только сейчас вы подумали. Елизавета Васильевна, а вы живете вместе с семьей дочери? Отдельно, да? Нет, нет, я отдельно. Как вам повезло, Елизавета Васильевна? Вы знаете, нет, мне не повезло, наоборот. Да? Я очень скучаю, вот всегда рвусь к ним, потому что, вы понимаете, там жизнь кипит. Вика, а что-то не связанное с музыкой у тебя есть какие-то интересы, что-то? Ну, у нас с моей сестрой есть современная группа. Группа? Да. Где вы играете хард-рок? Нет. Ну, наконец-то. Нет, когда родители уходят, кладем скрипки и начинаем танцевать просто так. Слава Богу. А ты участвовала уже в каких-то музыкальных конкурсах? Конечно. Да? Да. В каких? Расскажи. Волшебный смычок. И еще я играла на конкурсе Турчениновой. И с каким успехом? Ты заняла какое-то место? Первое. Да ладно? Да. Вот это да. Ты смотришь шоу «Голос»? Да. Смотрю. Что-то ты погрустнела. Смотрю. Ты знаешь, кто в шоу «Голос» аккомпанирует всем вокалистам? Зылин. Ну, я не помню, как его зовут. Сергей Сергеевич. А, Сергей Сергеевич Зылин. Но, более того, не только сам Зылин, но и его фонограф «Симфоджаз». Итак, сегодня фонограф «Симфоджаз» и Сергей Сергеевич Зылин смогут тебе аккомпанировать. Вот какая честь у них сегодня. Ну что ж, на сцену. Пойдем. Фонограф – это Виктория. Виктория – это фонограф. Знакомьтесь. Ну и, конечно же, главный сюрприз этого вечера – сам Сергей Сергеевич Зылин. На сцене «Лучше всех». Привет. Привет, дорогой. Привет. Здрасте. Здрасте. Итак, с этим замечательным прославленным коллективом, что вы исполните вместе? Мы будем играть «Огни Большого Города» из Чарли Чаплина. «Вечность», по-моему, она называется, да? Да. Замечательно. «Огни Большого Города» из Чарли Чаплина. «Огни Большого Города» из Чарли Чаплина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Скажите, пожалуйста, насколько хорошо играет Виктория на скрипке? Очень музыкально. Вот так чувствовать и так передавать содержание произведению. Очень здорово. Молодец. Спасибо. Браво. И, конечно же, мы ждем медаль в студию. Сергей Сергеевич, можно вас попросить? Аплодисменты. И, конечно же, это очень здорово. Аплодисменты. 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 И, конечно же, Виктория Смешкаренко, которая лучше всех! Спасибо!